здравствуйте сегодня я решил про продолжить тему экстремизма компании экстремистской мета дело в том что 20 июня у нас вынесено апелляционное определение по этому делу о запрете компании мета и facebook и instagram на основании экстремистской деятельности осуществляемые ими соответственно что интересного произошло в этом деле но во первых в данном деле появились граждане которые подают апелляционные жалобы эти граждане являлись пользователями данных приложений и соответственно этом основании посчитали свои права ущемленными но у нас позиция заявителя и позиция суда сошлась на том что в общем то изначально в данном деле экстремистами их никто не считал и продолжают их не считать экстремистами и в этой связи их операционные жалобы не подлежат рассмотрению компания соответственно мета также обращалась в суд и и операционная жалоба была рассмотрена что на самом деле пытается видимо сделать защита пытается в связи с появлением новых сторон в деле которые ранее не были привлечены к делу вернуться на рассмотрение в первую инстанцию вот но на мой взгляд это делается немного другим способом во первых у компании мета есть доменные имена пользователями которых может выступать неограниченное количество людей особенно доменов третьего уровня 4 уровня и так далее такая практика действительно существует по делам о спорах в рамках обсуждения вопроса о доменных именах и я бы рекомендовал использовать именно этот подход поскольку там бесконечное количество заинтересованных лиц может появляться каждый раз на второй инстанции таким образом этот процесс может получиться бесконечным единственно что решение суда тоже вступила в силу и это не сильно им поможет но растянуть удовольствие при наличии оплаты юристы таким образом смогут что еще интересно в данном деле произошло но во первых суд подтвердил позицию суда первой инстанции о том что у нас обсуждение специальной операции практически недопустимо и негативные высказывания в отношении спецоперации тоже то есть этот довод был повторен в апелляционном определении вместе с тем у нас основанием для запрета мета являлась не удаление материалов размещенных в экстаграм в инстаграму где были изображения нацистской символики атрибутики и пропагандирующие произведения моя борьба известного человека с маленькими усиками и плюс еще некое произведение фейсбук упадок суммы и и так далее тоже запрещенного ранее то есть ранее были судебные акты которые запрещали два произведения одно из них на инстаграм другой на фейсбук это все не удалялась по запросу наших властей и в итоге наши власти выключили данные домены в нашей зоне интернета вот что еще интересного произошло в этом деле но во первых у нас гражданам четко совершенно указали что они здесь никто и звать их не как в этом процессе но на мой взгляд правильно сказали потому что нереально никто то что они пользовались интернетом но никак дело об экстремизме на их права не влияет вот суд указал еще также что у нас компания мета использует собственное искаженное внутрикорпоративное понимание экстремизма то есть понимание экстремизма мета значительно отличается от понимания экстремизма нашим законодателям соответственно наш законодатель всегда прав закона наша территория наша и ничего ваши корпоративное представление об экстремизме тут нам внедрять сказал наш суд примерно так также у нас мета заявляла об отсутствии юрисдикции судов российской федерации в отношении мета вместе с тем мета осуществляет у нас деятельность на территории российской федерации у нас мета принимает платежи у нас мета предоставляет услуги на территории российской федерации и с этим суд указал на 402 статью гпк что суды у нас праве рассматривать такие вопросы если у нас компания осуществляет деятельность на нашей территории поэтому как бы с этим доводом они прилетели полностью а вот что касается желание их назначить лингвистическую экспертизу то она конечно своевременно и надо было этим заниматься на первой инстанции я бы понял если бы они сказали что в первой инстанции нам не дали назначить экспертизу а так как они не заявляли им конечно же в этом и отказали на второй инстанции поэтому дело двигается весело посмотрим что нам дадут следующие инстанции рассмотрение данного дела да кстати по поводу этого дела выйдет мой комментарий ближайшую неделю на сайте адвокатской газеты будет посвященная публикации данному вопросу на этом все ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал и тогда все будет хорошо